приветствую вас друзья с вами я шевченко александр это канал академии счастья сегодня поговорим о том как справляться с негативным воздействием ведь она оказывается по сути на каждого человека будь это сми то есть те лживые новости которые нам выдают за правду или это будь то связь вышки сотовой связи которые обучают нас спутники или будь то какие-то сглазы черная магия или просто недобрые слова которые звучат наш адрес все это по сути воздействия она подавляет человека подавляет его разум тело и приводит к тому что человек начинает болеть то есть в каком плане да сначала мы можем почувствовать какое-то легкое расстройство недомогание то есть это могут быть какие-то эмоциональные переживания потом это все перемещается все глубже и глубже точнее даже все это находится сначала на духовном уровне то есть мы чувствуем какую-то разделенность как будто одна часть стремится к одному другая другого потом мы чувствуем все больше разлад на уровне психики когда психика становится нестабильной появляются какие-то негативные эмоции мы начинаем злиться кричать или впадаем в апатию в ступор вот и потом это уже проявляется на уровне тела то есть появляются больше микробов микроорганизмов грибков вирусов паразитов вот то есть тело начинает стареть увядать и начинает разрушать себя вот в этом то вся и суть то есть суть в том что все идет от духовного через психический на физический уровень и чтобы справиться вот с этим вот негативным воздействием нужно прежде всего распознавать когда она происходит и какое она потому что часто мы даже как бы пропускаем это как говорят мимо ушей да то есть что-то наблюдаем что-то происходит но мы не отдаем себе отчета что это как это на нас влияет и соответственно это продолжает на нас влиять мы от этого не ну скажем так не отходим до отдаем возможности этому влиять на нас и она по сути постепенно нас приводит в состояние деградации в состоянии болезни и старости и вот я изучал этот вопрос довольно давно то есть я вот хотел узнать на пищу почему происходит болезни у людей почему там болеют моя мама мои родители мои друзья почему у меня возникают болезни и вот я смотрел на это думаю когда возникает болезнь говорят что там у вас болезнь возникает когда вы пообщались с каким-то человеком который там чем-то болен да или там когда вас продуло вы переохладились безусловно да это может быть стимулом но это не основное это как можно сказать такой крючочек да за которой можно дернуть и размотать то что вот внутри вас есть но первоначально как бы болезнь она уже сказать показывает вам что-то да то есть показывает что вы где-то сбились с пути вот как раз в одном из прошлых видео да я говорил об этом что болезнь как путь болезнь как язык души душа показывает говорит смотрите друзья вот здесь вы где-то сбились с пути то есть нужно вернуться на ваш истинный путь и вновь начать действовать корректно то есть что такое корректное действие это действие когда вы чувствуете что вы делаете правильно то есть разум тело душа они говорят, вот так правильно, то есть действуют таким образом, и вы чувствуете, что вы на своем пути, то есть что идете туда, куда нужно, то есть, а когда появляется вот эта разделенность, то получается разум говорит, о, нужно идти туда, там хорошо, тело говорит, нет, нет, я не хочу, а душа в каком-то смятении находится и думает, что же делать, как же быть, то есть появляется какое-то ухудшение состояния, вы впадаете в состояние депрессии, и нету вот этого огня, энтузиазма, то есть энтузиазм появляется когда? Когда вы осознанно и гармонично, можно сказать, всеми фибрами души и телом, и разумом стремитесь к одному и тому же, и вот тут уже уходят болезни, то есть болезнь появляется тогда, когда вот эта разделенность рождается, в состоянии разделенности вы как бы не знаете, куда идти, зачем идти, вообще нужно ли вам это, и бывает делаете какие-то промечивые действия, я замечал это из-за собой, да, бывает сделаешь какое-то действие, а потом понимаешь, это действие было абсолютно не нужно, то есть оно только увело от истинной сути себя, и когда сделал его, то почувствовал, что что-то здесь совершенно не так, то есть почувствовал, что это действие было не нужно, неправильно, и вот такие действия часто бывают происходят, бывает даже так, купил какую-то вещь, потом понимаешь, что она тебе абсолютно не нужна, или куда-то поехал, думаешь зачем я вообще туда поехал то есть или там ну как бы любые действия да то есть и в этом плане очень важно почему мы говорим о болезни болезнь как индикатор да то есть это не значит что надо злиться на кого-то да важно посмотреть почему это пришло в вашу жизнь то есть вот эти вот ну скажем тогда то что мы называем влиянием или я называю воздействием иногда это важно ну скажем так просто быть в миру самим собой а когда на вас оказывают воздействие то просто не то чтобы даже защищаться от этого как бы быть нейтральным быть таким пустым свободным чтобы это просто проходило мимо вас сквозь вас чтобы это не цепляла вас и вот тут мы подходим к важному моменту не цепляла бывает какое-то простое слово вас так зацепит что вы выходите из себя а вы представляете тем ребятам которые влияют как они хотят чтобы мы ссорились друг другом воевали болели ведь это элемент управления элемент управления это когда-то говорят разделяя власть то есть разделить людей там скажем так вот создать какой-то вирус да потом его запустить искать о друзья бойтесь давайте мы создадим у вас опасное окружение вирусы войны какие-то катаклизмы и все вот это создается для того чтобы люди были в страхе для того чтобы они не жили по сердцу для того чтобы они боялись переживали для того чтобы у них были эти страдания и вот тут важный момент это собственная осознанность то есть когда вы осознанны вы различаете это воздействие и она просто проходит мимо вас и не оказывает на вас никакого влияния я вот по сути да когда общаюсь не можно сказать как я оптимиста неисправимый оптимист я всегда говорю все будет хорошо даже бывает состояние может быть не очень хорошее все вокруг показывает что дает тут тучи сгущаются но все равно вот это вера в сердце вот как раз об этом говорят очень многие вот недавно читал пост маша мод речь она тоже об этом говорила это очень важный момент вера почему вера потому что вера это знание это не просто как говорят слепая вера я там вот знаю ну как бы человек когда знает он уверенность вот можно еще сказать как слова уверенность то есть я уверен что так и будет что будет все здорово что будет например хорошее состояние что будет здоровье счастье там финансовое благополучие вот это и есть уверенность в этом состоянии уверенности каждый человек может быть существовать и находиться вот таким как он есть это состояние она исключает болезни страх боль она это действительно гармоничное состояние существования вот если вы хотите быть в этом состоянии то я рекомендую заняться ежедневной практикой я например применяю процессе практика которая помогает распознавать вот эти негативные заряды и улаживать их то есть убирать то есть остается знание остается уверенность а страх боль негативные эмоции уходят вот давайте сейчас сделаем небольшую практику как уже принято в наших видео посмотрим просто как это работает потом вы сможете это повторять ежедневно делать такие небольшие сессии либо самостоятельно либо с напарником либо со мной как вам будет удобно вот сейчас просто сядьте или лягте в удобном месте где вас никто не потревожит какое-то время закройте глаза и создайте пространство для сессии с помощью своего намерения почувствуйте себя в этом пространстве как сознание и ваше тело в этом пространстве наполните его любовью радость и счастье и посмотрите если какие-то негативные воздействия в этом пространстве что-то что на вас влияет что-то что создает ощущение страха боли беспокойство без Посмотрите, откуда это приходит, как оно влияет на вас, какие эмоции вызывает. Прочувствуйте, то есть не отстраняйтесь. Сейчас наоборот, прочувствуйте это максимально глубоко, насколько вы можете. И когда вы прочувствуете, посмотрите, что в вас цепляет. Возможно, есть какие-то случаи, там где это проявилось максимально сильно. Выберите одно из ощущений, может быть какая-то боль проявилась. Выберите ее и перепроживите этот случай. То есть полными восприятиями, полностью осознанно. Это и есть процессы. То есть мы эти процессы, которые происходят на неосознанном уровне, рассматриваем и смотрим, как они образовались. То есть наша цель это вывести их на осознанный уровень и отключить. То есть убрать оттуда негативный заряд. Вот в этом суть. То есть таким образом, получается, происходит переосознавание и, соответственно, исцеление. То есть возвращение в состояние целостности. Перепроживите этот случай один, потом второй раз, третий раз. Столько, сколько нужно. Но каждый раз делайте это по-новому, как в новую единицу времени, не по памяти. А именно каждый раз в новую единицу времени. Это и есть суть процессинга. То есть каждый раз вы проходите это по-новой. Вот таким образом. И то есть наблюдайте, как будет происходить исцеление. Повышение уровня осознанности. Увеличение эмоционального тона. И постепенное исчезновение негативного заряда. Вот когда заряд полностью исчезнет. То есть вы почувствуете облегчение. Произойдет какое-то новое понимание жизни. Это и будет говорить о том, что вы можете на этом закончить. То есть, ну, по крайней мере, с этим ощущением, которое вы взяли в работу. Вот так же можно проработать любое другое ощущение. Если, например, исцеление не произошло, то двигайтесь глубже. И смотрите, есть ли более ранее подобные случаи с таким же ощущением. Проходите его снова и снова, пока вы не почувствуете облегчение. Вот в этом и суть процессинга. То есть, с помощью сознания исцелить ваше подсознание. То есть, те вещи, которые, ну, скажем так, находятся внутри вас. И вот я уже занимаюсь процессингом в течение 20 лет. То есть, мне уже сейчас, моему телу 40, я начал в 20. И я понял, что это работающая технология. То есть, почему я говорю работающая технология? Потому что есть большое количество технологий, да, которые, ну, скажем так, не работают. То есть, которые, они вроде бы красивые, интересные, но результативность их довольно низкая. На самом деле, еще очень важный момент, что результативность технологий зависит от того, кто ее применяет. И поэтому в руках мастера, да, технология может работать, а в руках другого человека может она не сработать. Поэтому очень важно здесь знание, которое у вас есть. То есть, мастерство применения технологий. Поэтому я даю вам возможность попробовать самому. Ну, если у вас что-то не получается, то напишите мне в личные сообщения, все мои контакты будут под этим видео. Мы сделаем бесплатную консультацию и сессию процессинга для восстановления вашего состояния, чтобы убрать негативное воздействие, панические атаки, боль, болезни и стать радостным, целостным, счастливым. Вот. На этом, друзья, будем заканчивать. Если это видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйте в друзья в соцсетях все мои контакты под этим видео. И, конечно, включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. Поделитесь этим видео с вашими друзьями в любой соцсети, которой вы пользуетесь. Также в описании две моих книги. Это «Мир и вечное опознание и полное исцеление». Рекомендую их к прочтению по ссылкам в описании к этому видео. Также, друзья, я вам желаю радости, счастья. Вот. Сейчас на экране появится парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу на основе, опять же, процессинга. И более полная практика процессинга, которую вы можете применять в своей жизни на ежедневной основе. Подписка на мой канал. Опять же, мой сайт, где вы можете узнать больше информации о технологиях, обо мне и о том, как улучшать качество жизни. То есть, заходите. Я буду рад. Я также предоставляю обучение основам жизни, курс преодоления подъемов и спада в жизни. Курс «Достоинство и целостность личности», где вы сможете обучиться. Это все можно делать, опять же, онлайн, удаленно. Для записи просто напишите мне личные сообщения. Хочу на курс или хочу на процессинг, хочу консультацию. В зависимости от того, что вам необходимо в данный момент больше. Также провожу программу очищения для того, чтобы полностью очистить тело от токсинов, наркотиков, ядов, алкоголя, лекарств и тому подобное. Все это, опять же, можно сделать удаленно путем нашего общения через интернет. Поэтому, друзья, пишите, добавляйтесь в друзья, я буду рад. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. До скорой встречи, друзья.